Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире предвыборная кампания кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Самвел Карабетян. Вопросы армян в Западной Армении. Невозможное это принято между жизнью и смертью. Раймонд Берберян. Доклад о бутсмена о ситуации в Бердзоре будет направлен международным организациям. Вне европейской археологии общественность ознакомилась с подробностями археологии. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Предвыборная кампания кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении 22 июня 2023 года приглашает принять участие на шестой встрече Zoom в рамках предстоящей декабря 2023 года предвыборной кампании. Встреча состоится в 20.00 по французскому времени, в 22.00 по ереванскому времени на армянском, французском и турецких языках. Тема встречи – Западная Армения и религия. Присоединяйтесь к встрече на платформе Zoom по указанной ссылке. Уроженцы Западной Армении Самвел Карапетян. Самвел Карапетян родился 30 июля 1961 года родом из села Бердак провинции Арчеш Мира Турубера. В 1978 году окончил ереванскую школу номер 48 имени Мисака Манушана. С 1975 года путешествовал по территории Армянской ССР с целью изучения природы. С 1978 года фотографировал, обмерял и описывал армянские памятники по всей территории Западной Армении. В течение трех десятилетий исследовал и регистрировал тысячи образцов архитектуры Западной Армении. Изучал армянские памятники как на территории Армении, так и за рубежом. Автор многочисленных ценных книг и трудов, в том числе научных исследований, томов истории Армении, отдельных книг и периодических изданий. В своих трудах известный специалист по памятникам выделил особое место исследованиям, связанным с Арцахом. Северный Арцах, Арцахские мосты, ремонт Дадиванка с 1997 по 2011 год, памятники армянской культуры в районах, аннексированных советским Азербайджаном, Маравак-Канг и прочие труды. Вопросы армян в Западной Армении. Вопросы армян в Западной Армении. Особую группу украшений составляли талисманы – очко-лунг, оберег-кресты, которые применялись против злых сил с глаза также для лечения различных заболеваний, предварительно подвергая их заклинательным молитвам и сопровождающимися обрядами. Невозможный – это принцип между жизнью и смертью. В субботу 17 июня 2023 года кто-то сказал, у нас есть государство, которое надо поддерживать, остальное – иллюзия. Услышав это, я начал размышлять. И так я сказал сам себе. Мы, армяне диаспоры, будем своего рода чепухой, даже если это причинит нам боль, так как ничто не указывает на наше происхождение и родословную, даже документ, элементарно удостоверяющий нашу личность. Более того, если бы речь шла обо мне, я бы не знал, в какой категории армян я отношусь, несмотря на мою фамилию и чувства, которые испытываю, будучи сыном спасшейся Западной Армении. Не думаю, что паспорт Республики Восточной Армении решит мою проблему, так называемого сына, который 108 лет скитался по миру, и не факт, что Республика Восточная Армения будет открыто праздновать мое возвращение как блудного сына. Это то, что мы имеем, повторил мой собеседник. По правде говоря, его слова я воспринял с большим уважением, размышлял, пересматривал и в конце концов придал им смысл. В каком-то аспекте он этого заслужил, и все же для меня вопрос не был исчерпан, как будто мне хватало последнего штриха, чтобы идея перестала быть неопределенной. Я с определенной уверенностью воспринял его рассуждение, поскольку передо мной стояла неразрешимая диалемма восстановить наследие наших предков, которую скользнуло от нас, и сегодня им пользуются турки. Это то, что мобилизировало и мотивировало мои нейроны в течение некоторого времени. Время не стоит на месте, невозможного не существует. Идеи, которые я выражаю сегодня, тщательно вплетены в мою память из других воспоминаний, языков и в пространстве. Я выражаю их только потому, что хоть они и кажутся неправодоподобными и окутаны личными фантазиями, это реальность, которая произошла, происходит и рано или поздно произойдет, иначе бы я их не зафиксировал. Воскрешая наших мучеников, мы, дети и внуки предромеренно разделенной нации, должны помнить. Быть законными наследниками наших тысячелетних земель дает нам право требовать свое в рамках законности, предоставленной нам текущими соглашениями, подписанными в 1920 году и отложенными по сей день. Турки захватили земли наших предков, но передать их своим диким ордам Средней Азии не смогли. Западная Армения – это Армения. Она была, есть и будет, и в этом нет никаких сомнений. Раймонд Рубен Берберян. Давайте изменим историю. Западная Армения – мы все. Защитник прав человека Анаит Манасян опубликовала внеочередной доклад о гуманитарных последствиях блокировки Бердзорского коридора. Об этом сообщает офис защитника прав человека. В докладе обуцмен указала на факты нарушения прав человека, зафиксировала арменофобские заявления, угрозы высокопоставленных чиновников Баку, общественных политических деятелей, также реакции азербайджанского общества на установку контрольно-пропускного пункта. Было отмечено, что заявления азербайджанских официальных лиц после блокады Бердзорской дороги свидетельствуют о том, что и акции так называемых экоактивистов и размещение КПП направлены на решение арцахсов, товаров и услуг первой необходимости для создания гуманитарного кризиса, который вынудит людей покинуть свои дома. Доклад о нарушениях прав армян Арцаха будет направлен организациям и акторам, имеющим международный мандат на защиту прав человека, также капитентам государственным ведомствам. Правительство Западной Армении в очередной раз обращается к созданному в 1920 году по голосам Набуарум государству Армения, продолжением которой является Республика Западная Армения, оккупированная территория Арцаха, являющая ее провинцией, о вопросе, касающих попрания прав проживающих там коренных народов. Напоминаем, мы следим за развитием событий и по каждому вопросу обращаемся во все международные структуры, защищая интересы нашего народа. Об этом с 5 по 9 июня на состоявшемся в ООН 47 заседании Межправительственного комитета по вопросам интеллектуальной собственности, генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора, заявил президент Республики Западной Армении Арминак Абрамян, который также будет защищать вопросы попрания жизни и имущества беженцев из Шуши в Европейском суде по правам человека. В рамках Дней европейской археологии в Армении в различных археологических объектах, музеях, заповедниках, соответствующих организациях, занимающихся археологическими исследованиями, 16-18 июня были осуществлены различные мероприятия. Как сообщили армия пресс-пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, в ходе трехдневных мероприятий общественность имела возможность ознакомиться со всеми подробностями археологии, в том числе посетить раскопки археологической исследовательской центры, которые обычно не открыты для общественности, встретиться с археологами и реставраторами археологических находок, принять участие в ряде образовательных и познавательных мероприятий. В музее истории Армении были представлены результаты раскопок древнего поселения Верин-Навер, проведенные за последние годы научно-исследовательским центром историко-культурного наследия, новой экспозиции находок. В рамках проекта в Институте археологии и этнографии состоялась интерактивная лекция о перспективе виртуальной археологии в Армении. Правительство Западной Армении еще раз подчеркивает, государство Армения – одно из немногих, которым не нужно доказывать свою тысячелетнюю историю. На любой территории нашей Родины, где мы проводим раскопки, мы однозначно получим доказательства генетического паспорта Арменина. Захватчики приходят и исчезают с аренной истории, в то время как коренные жители остаются вечными хранителями своей территории и культуры. В качестве доказательств отметим существующие по сей день храмы Арамазда и Аннаит по всей Армении, являющиеся хранителями нашего вечного духа. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что WesternArmeneTV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершение послушаем мелодию армянского народного танца в исполнении ансамбля «Тирани». Субтитры подогнал «Симон» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры подогнал «Симон»